Мы сейчас поговорим о самом простом, что есть в обиходе вашей жизни. Это ваша внешность, ваша одежда. Вы просто даже не представляете себе, откуда диктуется мода, почему именно такая, какая диктуется. Вы даже не представляете себе, зачем вы одеваетесь так, как вы одеваетесь. Вот у нас ребят мало, конечно, но они всё равно помолчат. Я думаю, они смогут ответить на этот вопрос, но после вас. А пусть они послушают, пусть их мало, но всё равно они услышат. Скажите, пожалуйста, девочки, вот когда лето, жарко на улице, зачем вы одеваете такие короткие юпочки, декольтированные кофточки, тут всё открыто, животик весь. Либо зимой старайтесь одеть штаны так, чтобы всё видно было, какая красивая фигурка у вас, прямо на что, чтобы весь белый свет посмотрел на вашу красоту. Зачем вы это делаете? Как вы, расскажите об этом вслух. Чтобы поймать о противоположном поле. Правильно. Ещё для чего? Чтобы быть красивыми, так ли? Чтобы летом жарко не было, так ли? Ну, мальчикам понравится, само собой, вот только что сказали. Ну, девочки, вы понимаете, это так вы думаете. Потому что вам так хочется, потому что вы красивые, хотите быть красивой. Но у ребят совершенно по-другому устроено мировоззрение, они совершенно по-другому на это реагируют. Вот пусть ребята скажут, зачем девочки так одеваются? Как называется это одним словом? Соблазнение. Ну, конечно же. Это называется одним словом соблазн. Но она подсказала вам, вы стесняетесь. Ну, ничего страшного. Но в Библии девочки даже не подозревают о том, что да, вы соблазняете. А соблазн ведь это большой грех. В Библии об этом написано. Евангелие от Луки, 17 глава. Что невозможно в этот мир не прийти соблазну. Но беда тому, через кого эти соблазны приходят. Лучше бы он не рождался вообще, чем будет соблазнять малых сих. Соблазн — это большой грех. Но мы сейчас с вами, ну, это слова, да, грех и так далее, так нельзя, вам давно уже все об этом говорили. Но мы сейчас рассмотрим самый простой пример, по которому вы сами убедитесь, что происходит с вами, когда вы так одеваетесь. Вы же даже не подозреваете об этом. Давайте представим себе, что есть у нас такая молодая, красивая, ну, очень красивая девочка. Ей 18 лет. Ну, супер модель, красавица. Ну, просто лучше на свете не бывает. Все при ней. И вот она, наша модель. Дома трудилась, трудилась, стирала, готовила, убирала. И вот она устала и решила выйти погулять. Ну, а на улице птички поют, солнышко светит, лето. И как она оденется? Все знают, да? Такая модель, конечно, постарается всему белому свету показать, какая она красавица. Юпочка, короче, дальше некуда. Тут топик еле-еле что-то закрывает. Прическу навела, глазки накрасила, пошла. Но у неё плохое настроение, представим себе. Она не хочет никого видеть. Вот она глаза в землю вставила, идёт, гуляет, никого не замечает. Но вы уже достаточно взрослые. Конечно же, вы знаете о том, что мужчины бывают разные. Рассмотрим два крайних случая. Есть мужчина, первый случай, высокодуховный, для которого честь, совесть, достоинство, верность — это категории, которыми он живёт. Такой мужчина много читает, разбирается в философских вопросах. Он любит свою мать. У него есть любимая работа. Может быть, и любимая женщина уже есть. Я считаю, что честь и слава женщине, воспитавшей такого сына. Но есть ему полная противоположность, для которого наслаждение и удовольствие сексуальное — это потолок его мечтаний. Ему нужны постоянно эти полуобнажённые натуры, которые мелькают перед глазами, чтобы у него бурлило всё, кипело, работа шла, как он хочет и так далее. И вот наша красавица, представим себе, идёт, гуляет по бульвару. И навстречу ей попадается первый высокодуховный мужчина. Она его не замечает, он её увидел. Ба, какая красавица! Её внешняя красота вдохновили его. Он пошёл, купил цветы, подарил своей любимой женщине, поцеловал свою мать, занялся своей любимой работой. Её внешняя красота вдохновила его на его высокий полёт. Он об этой красавице давно забыл. Но наша красавица продолжает гулять дальше. И навстречу ей попадается вот этот мужчина. И он её увидел. Что с ним происходит? Весь её внешний вид кричит ему, «Посмотри, какая я красивая! Возьми меня!» Её внешняя красота вдохновляет его на его уровень. А у него какой уровень? Сексуальное наслаждение и удовольствие. Конечно, у нас мужчина сейчас не настолько агрессивный, чтобы эту красавицу за волосы, за угол и сделать с ней всё, что хочет. Нет. Но в мыслях-то, да? Он её мимо себя не пропустит. Они-то разошлись, но в мыслях он её себе взял и начал с ней делать всё, что ему захочется. И будет делать столько, сколько захочет. И как захочет. Между ними возникает полевой контакт. Она дала повод, он этот повод принял и пошло. От него к ней начинают перекочёвывать все его негативные мысли, усиленные сексуальной энергии. Она возбудила в нём сексуальную энергию, сексуальная энергия усилила его похоть, блуд, страсти, ревности, зависти. И комплекс негативных энергий перекочёвывает к нашей красавице. И в её поле возникает пробой, дыра. Он пробивает негативом своим её поле. Сколько таких мужиков она встретит по дороге? До моря. И придёт эта красавица домой. Она может быть физически и отдохнёт, но это морально будет уставшая женщина. С уровня духовной женщины она опустится на материальный уровень. О любви речи уже быть не может. У неё появятся мысли. Хочу машину, хочу квартиру, хочу богатого мужа. А представьте, если эта красавица ещё и замужем. Вот почему он не принёс мне до сих пор много денег, почему у нас дети не одеты, не обуты, почему у меня сапожек новых нет. А так как она замужем, между ним всё, что она накопила за день, вся эта информация во время полового контакта между мужем и женой, естественно, перекочёвывает к её супругу. У него появляется к ней ревность. Возникают внутри у него проблемы, сомнения. Он начинает нервничать. На работе начинают не клеиться дела. В семье появляются скандалы. Дети начинают болеть. И кто в этом виноват, девочки? Вы должны понять, что вам от природы дано очень много. Вы самые сильные женщины в мире. Вы владеете великой силой. Но стоит вам эту силу начать применять не так, не ведая как, вы тут же начинаете разрушать себя и своё окружение. Ответственность на вас огромная, и вы должны это осознавать в полной мере. А я на этом заканчиваю. Желаю вам мира, любви и радости, чтобы у вас всю жизнь было хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому